Снижение этих показателей не может не радовать. Депутатам городского собрания Сочи представили данные Департамент экономики и прогнозирования, согласно которым уровень безработицы упал по сравнению с прошлым годом почти в два раза и является сегодня самым незначительным в Краснодарском крае. Уменьшился и объем грузоперевозок, то есть улицы Сочи наконец стали свободнее от большегрузного транспорта. Ну а другие показатели находятся, как говорится, в положительной динамике, что и позволило Сочи занять первое место в рейтинге населенных пунктов Краснодарского края. Впрочем, депутаты, отдавая себе отчет в том, что эти успехи вызваны олимпийскими перспективами Сочи, поинтересовались, как будет развиваться город после Олимпиады. Нам рекомендовано краем, рекомендованным международным олимпийским комитетом. Мы уже сейчас в этом году разрабатываем концепцию устойчивого развития, которая как раз-таки должна включить те сценарные варианты развития города, начиная с 2014 года. Самым бурным оказалось обсуждение проблем жилищно-коммунального хозяйства, как и куда будет вывозиться мусор, повлияет ли это на тарифы, как будет развиваться водоканал и теплоэнерго. Тарифы сегодня горожан беспокоят очень сильно на горячую воду, на тепло. Чтобы город жил, структуры города, как, допустим, венозная система в организме, необходимо будет нам все-таки найти понимание и принять решение или федеральная программа, совместная с кровопрограммой со финансированием в городе по реконструкции Сочи водоканала и реконструкции Сочи водоканала. Это вопросы важнейшие. Сегодня же депутаты приняли решение об изменении правил землепользования и застройки. В частности, изменён статус участка «Весёлом», и теперь там можно будет построить многоквартирный и многоэтажный дом для переселенцев из ветхого жилья. Вообще, тем оказалось много, они потребовали длительного обсуждения, и часть вопросов была перенесена на внеочередную сессию городского собрания. Так что в отпуск депутаты уйдут ещё не скоро. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ